Всем привет, друзья! Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Валентина. Сегодня я хочу рассказать в своем видео, почему в Италии такие плохие дороги, куда уходят налоги итальянцев, которые они платят регулярно. Почему я хочу поговорить на эту тему? Мне понравился один комментарий у меня в видео. Я всегда вам говорила, что пишите мне комментарии. Я очень рада комментариям. Просто потому, что ваши комментарии могут быть также темой для моего видео, следующего видео. И вот я прочитала комментарии и решила, что да, это очень хорошая тема для следующего видео. Естественно, я решила снять видео на эту тему. Так вот, я хочу сказать, что почему в Италии такие плохие дороги. Ну, там комментарий был приблизительно такой, что вот куда же уходят налоги итальянцев. То ли они мало платят налоги, то ли мало работают. Почему такие плохие дороги? Хочу сказать, что итальянцы платят налоги достаточно большие. Можно сказать, очень большие налоги. И куда они уходят, почему действительно такие плохие дороги в Италии. Так вот, я сейчас поясню ситуацию. Естественно, люди, которые приезжают в Италию только в отпуск, знают Италию как туристическую, ну, как туристическую Италию. То есть, конечно, многие нюансы вам непонятны. Те люди, которые живут здесь достаточно долгий период, естественно, знают все эти нюансы. Куда могут уходить налоги и почему такие плохие дороги. Ну, и не только, да. Так вот, я скажу, что налоги итальянцы платят регулярно. Налоги куда уходят? Понимаете, в Италии очень частое явление это землетрясение. Кстати, я хотела затронуть эту тему насчет землетрясения. Хотела рассказать в одном видео. Так вот, я немножко затрону здесь эту тему. В Италии, к сожалению, землетрясение это очень частое явление. И оно не без последствий. Очень часто не без последствий. Бывают очень легкие землетрясения, то есть, толчки такие, ну, легкие достаточно, до 4 баллов, да. Если же превышают 4 балла, естественно, дома трескаются. Многие дома вообще в аварийном состоянии. Многие вообще рушатся. К сожалению, я это пережила уже неоднократно здесь. Я 18 лет, как живу. И 2 сильнейших землетрясения я почувствовала на своей шкуре. И это страшно. Это, как сказать, это огромнейший стресс, во-первых. Во-вторых, многие люди остались действительно без домов. Потому что, ну, вот первое землетрясение, это было 2000... Первое землетрясение, которое я почувствовала здесь, это было 2009 год. И это было землетрясение в Аквилла. И оно было действительно очень сильным. Мы чувствовали здесь эти толчки. Так вот, Аквилла, она была разрушена. То есть, первое, что пострадали, естественно, школы, какие-то государственные заведения. Ну, естественно, дома. Так вот, государство выделяет деньги на восстановление домов. И, естественно, деньги эти идут из налогов людей, которые люди платят, понимаете. И для того, чтобы восстановить дом, человек делает запрос государству о том, что он пострадал при землетрясении. Что, естественно, нужно восстанавливать дом. Государство выделяет деньги на восстановление дома пока... Ну, естественно, это очень долгий процесс. Очень долгий процесс. То есть, естественно, бюрократия здесь занимает очень-очень много времени. Все эти вот документальные все эти дела, вы понимаете, да? Так вот, насчет того, что итальянцы мало работают или медленно работают, как было сказано в комментарии, я не соглашусь. Почему? Потому что я очень уважаю итальянцев как людей, которые много работают, очень много работают. Действительно, я когда приехала в Италию, для меня это было... Первая моя работа – это была каторга. Я просто удивлялась, как люди могут столько работать. И главное, что они вообще никогда не жалуются. То есть, вы понимаете, я была удивлена. У нас народ, вот я из Белоруссии, я не хочу обобщать, но мне кажется, русскоговорящий народ, мы все такие. То есть, вот нас то ли воспитывали, то ли у нас это в крови. Мы любим поплакать, мы любим пожаловаться. И находиться в состоянии жертвы – это наше привычное состояние, согласитесь с этим, да. И мы всегда вот ноем просто потому, что, ой, как плохо жить, как все тяжело, а вот там где-то за границей лучше, а вот там где-то плохо. Так вот, у итальянцев совершенно другая позиция. Они пашут, они пашут сутками, и они на работе очень много работают. Многие из них выполняют экстра-часы, то есть, после рабочего дня они остаются еще работать. И им оплачиваются, естественно, эти часы. Многие же из них работают на нескольких работах, если им недостаточно денег. Кого-то устраивает одна работа, естественно, им достаточно того, что они, ну, если им достаточно того, что они зарабатывают, они, как бы, ну, как сказать, довольствуются одной работой. Но многие из них работают на нескольких работах. Также итальянцы, я не знаю, вы, скорее всего, имели возможность наблюдать, у них вокруг домов, то есть, дома все аккуратные, а вокруг дома все аккуратно. То есть, действительно, они поддерживают чистоту, это тоже огромный труд. И они себе не позволяют, извините, не позволяют себе нанимать каких-то рабочих, то есть, чтобы им тут делали газончики и тому подобное. Это позволяют себе только очень богатые люди. То есть, обычные люди, обычные рабочие, у них, опять-таки, все газончики, все аккуратно, но они при этом, то есть, это их труд, то есть, они этим занимаются. Также у многих еще, например, у нас в деревне, у всех есть земля, поэтому люди работают на работе, плюс они еще работают и на земле. Люди очень много работают, и, поверьте мне, они платят налоги и на работе, и на земле, потому что содержать землю, то есть, человек, как сказать, как предприниматель, да, он как частный предприниматель должен регистрироваться и платить налоги. То есть, налоги здесь огромные. За все мы платим налоги за дом, за первый дом, первое жилье, то есть, это не как там у нас было, да, например, на второе жилье накладывался налог, на первое нет. Здесь платится на первое жилье налог, платится на мусор налог, на медицину налог, на землю, на воду, на все абсолютно платится налог, да. Огромные налоги, но люди платят, естественно, никто ничего не возмущается. Так вот, насчет работы, насчет того, что они много работают, они никогда не жалуются, и они не так вот, как мы, да, вот где-то там за границей, так хорошо, у нас так плохо. Нет, у них, я заметила вот эту черту характера, то есть, черту ихнего менталитета, что они сравнивают наоборот. Они говорят, вот, где-то есть и похуже, у нас все замечательно, чего же нам не хватает? У нас все хорошо, все, слава богу, работа есть, жилье есть, там, питание мы не нуждаемся, все отлично. У них всегда все отлично, насколько бы там не были у них сложные проблемы, ты никогда не услышишь вот этого нытья. То есть, постоянно они говорят, ну да, это жизнь, да, вот тяжело, да, это жизнь, но есть у кого-то и похуже, у нас все, слава богу. Вот у них вот такая позиция, это очень хорошая позиция, кстати. И я у них много чему научилась за эти годы. Я считаю, что во многом они молодцы. И насчет того, что, да, вот они действительно платят налоги, но дороги у них такие, к сожалению. Начнем с того, что дороги здесь, они, если вы обратили внимание, здесь автострады, не только автострады, многие дороги, они построены как на мостах, потому что здесь горы, горная местность, да. И даже железная дорога, там обязательно есть мосты, то есть вот я, когда ездила в Германию, я решила ехать на поезде, потому что почему-то в тот момент я панически боялась летать. У меня вот был какой-то период жизни, что я очень сильно боялась летать. Не знаю, с чем это было связано, но да ладно. И я взяла поезд, чтобы поехать в Германию. И я же потом поняла, что я очень сильно ошиблась. Там такие дороги, железные дороги. То есть они висят, вот ты едешь и понимаешь, что внизу там обрыв. Это так страшно, вы не представляете. Там высота, наверное, ну тысячу километров, то есть тысячу метров, извините, не километров, тысячу метров, вот реально. Очень высоко вот эти дороги. Вы представляете, какие мосты, вот все вот эти колонны, это стоит денег. То есть какие мосты, они сначала строят мосты, только потом они прокладывают дорогу, обычную или железную дорогу. Это огромные деньги. Также все вот эти дороги, что железная, что обычная дорога, что автострада, они же проходят и внутри горы. То есть или же, если это идет вне горы, то там идут мосты. Если же дорога проходит внутри горы, то там, естественно, нужно рыть тоннель. Понимаете, сколько это работы и сколько это денег для того, чтобы прорыть тоннель и, ну, как это все сделать? То есть у нас там таких дорог я не наблюдала. Я из Беларуси, у нас нету горной местности. Может, в России где-то есть. Я Россию не... Ну, как сказать, я в России была мало где. То есть вот у нас была... Ну, я на границе жила с Брянской областью, да. Я только могла знать. Вот Брянскую область я видела, и я была один раз в Санкт-Петербурге и в Сочи. Все. Я больше Россию не видела. Я не берусь говорить за всю Россию. Не знаю, какие там горные, может, местности есть где-то и какие там дороги. Я не могу судить, да. Но сравнивать я могу с Белоруссией. С Белоруссией так точно. То есть у нас таких дорог не было. Нас просто там ложили... У нас в Белоруссии очень хорошие дороги. Кстати, я когда приезжаю, я удивляюсь, там очень хорошие дороги. Но там действительно очень просто построят дорогу. Понимаете, просто проложил асфальт, и все на этом. Там просто дорога прямая. Здесь же все вот эти повороты, все вот это, понимаете, обрывы. И, кстати, очень частое явление в Италии – это оползни. Не только землетрясений, но и оползни. Так вот, когда землетрясения или оползни, обязательно дорога рушится. Насколько бы она была не построена прочно, да, все равно при оползнях просто дорогу сносит настолько. Вот есть еще лавины зимой. То есть когда есть лавина, а также если есть снег и плюс какой-то толчок землетрясения, уносит все до того, что вот этой лавиной или оползнем, если вот, например, дождь, да, даже без дождя, просто оползень земли, то есть от толчка землетрясения идет оползень. И он таки не просто стирает дорогу, он стирает дома, все уносит, понимаете. То есть здесь, ну, вот так вот земля, да, то есть построены дома где-то вот, ну, вы понимаете, да, горная местность. И, естественно, оползнем сносит все. То есть дома эти нужно их восстанавливать. Естественно, человеку все с ноля – это тяжело. Естественно, государство ему помогает. Так вот, пока человек остается без дома, то есть если было землетрясение, был оползень какой-то, если у человека, скажем так, не стало больше дома, если он остался живым, это уже слава Богу. Так вот, государство ему в этот момент помогает таким образом. Пока человеку дается первое время, насколько я помню, 2009 год, да, я пережила землетрясение в 2016-м, это было землетрясение в Арквата, тоже недалеко от нас, ну, как бы мы почувствовали. У нас, кстати, в деревне есть тоже дома пострадавшие после землетрясения, и они в аварийном состоянии. Так вот, люди, которые не могли жить в доме, потому что он в аварийном состоянии, или же его вообще не стало, то есть он рухнул. Таким людям выдавали, сначала государство давало комнаты где-то в отелях, то есть их везли туда где-то к морю, где-то безопасная территория, да, вот когда было землетрясение здесь. Здесь людей таких, ну, для них это огромнейший стресс, они пережили землетрясение, это стресс, вы не представляете, насколько. То есть я это знаю, я пережила. И людей везли к морю куда-то, им снимали отели, то есть это все оплачивало государство, вот туда уходят налоги. Понимаете, человек, он здесь защищен в этом смысле, потому что вот случилось вот такое, так вот человеку снимали какие-то комнаты, ну, то есть выдавало государство эти комнаты, там уже оплата шла за счет государства этих комнат, да. Потом через какое-то время им давали, то есть выдавали деньги на съемное жилье, то есть люди шли куда-то на квартиру на съемную, и, естественно, государство им это все оплачивало. Вот. Также, например, ну, как я сказала, здесь очень часто, это частое явление стихийное бедствие, также здесь бывают проливные дожди, и за счет этих дождей, скажем так, бывают, ну, что-то вроде потопов. Также где-то, где есть низина, да, вот, например, там выходят, ну, какие-то реки, да, вот они выходят из берегов, и получается, что, ну, как бы портит жилье людям еще и вода, то есть уничтожает не только землетрясение, оползни, но также и вода уничтожает жилье людей, да, вот жилища. И тут же тоже государство, естественно, помогает. Таким же образом, когда море, то есть у моря там тоже, как вы все знаете, да, есть дома, есть шале, и когда вот сильный ураган на море и тоже вода, ну, как бы портит все это, там тоже государство возмещает, то есть какие-то деньги выделяются этим людям. Просто обязательно нужно, конечно, это долгий процесс в смысле, собирать все эти документы, делать запрос, и, естественно, государство в этом смысле помогает людям. Вот, и не только в этом случае, скажем так, деньги из налогов не только сюда идут, а идут они еще на другое. Я в другом, ну, предыдущем видео рассказывала о том, как в Италии относятся к пожилым людям, да, вот как им помогает государство пожилым людям, инвалидам и тому подобное. Вот туда тоже идут налоги. Как я сказала, платятся налоги на медицину. В предыдущем видео я рассказывала, об этом сейчас немножечко коротко затрону это. Так вот, люди пожилые, которым уже за 65 лет, они получают пенсию, да. Но помимо пенсии, если у человека есть проблемы со здоровьем, так вот, государство, то есть оплачивает им все медикаменты, абсолютно все медикаменты, выделяются все необходимое для человека, который больной или же человек инвалид, то есть это же какие-то инвалидные коляски, подгузники какие-то, медикаменты, доктора, то есть визиты к докторам, это все идет бесплатно, а также медсестра, которая приезжает на дом, бесплатно обслуживает человека больного, и также там какие-то кровати для инвалидов, ну, медикаменты, все вот это, это все за счет государства, понимаете, то есть за счет налогов людей, которые платят здесь налоги, да. Вот, поэтому налоги не просто там мы заплатили государству и непонятно, куда они ушли, нет, как раз-таки налоги уходят туда, куда надо. Так вот еще из налогов, да, куда деньги идут. Люди, когда начинают какое-то свое предприятие, государство помогает, выделяет какую-то сумму, это не просто человек начинает с ноля, да, ну, в зависимости, что это за предприятие. Если у нас, например, маленький бизнес, то, конечно, нам государство не выделяло никакой суммы, но первые, я не помню, сколько лет, то ли три года, то ли пять лет, в зависимости, то есть там идет подсчет от того, сколько денег вы потратили на начинание вот этого бизнеса. Если это маленький бизнес, там идет маленькая цифра, которую вы, ну, как маленькая, там, я не знаю, 50 тысяч евро, 100 тысяч евро, да, я не знаю. Вот там подсчет идет, и если это небольшая цифра, вот такая, да, то просто человек освобождается на какое-то количество лет, на первые годы от налогов, то есть за счет того, что человек внес такую-то сумму в бизнес, начинание вот этого бизнеса, государство его освобождает от налогов на первые годы. Я не помню, сколько у нас это было, три года или пять лет, я не помню уже. И хочу сказать, если это огромный бизнес, то есть я знаю людей, родственники моего мужа, они начинали там фабрику колбасную, да, с нуля это все начинали. Так вот там государство выделяет деньги на начинание вот этого бизнеса, не все деньги, но огромную сумму выделяет. То есть если там бизнес у них, я не знаю, 500 тысяч евро они вкладывают, или около миллиона, это огромные деньги. Естественно, там государство выделяет огромную сумму денег, там я не знаю сколько процентов, потому что это предприятие большое, и человек, вот если он начинает такое огромное предприятие, естественно, он будет работодателем людям. То есть если человек дает кому-то возможность работы, там государство выделяет огромную сумму на начинание вот этого бизнеса, понимаете? То есть деньги идут не в никуда, деньги идут вот в такие вот вещи, понимаете? Это все серьезно, как бы я считаю, что здесь деньги, ну не на ветер, то есть любой налог, который мы оплачиваем, это не просто там налог, знаете, на выброшенные деньги. Это все, естественно, куда-то уходит. Вот также я хочу сказать, что, например, ну если вот у нас была зона, да, пострадавшая после землетрясения, мы относились к зоне, пострадавшей после землетрясения, и на три года, по-моему, у нас отложили вообще, то есть государство убрало оплату электричества, но не убрало вообще, а просто отложило вот эту оплату электричества на три года. Три года мы не платили электричество, понимаете? А потом уже там они подсчитали, уже шел счет вот электричества, то есть людям, если у человека там, я не знаю, было небольшое, ну как сказать, человек немного пострадал от землетрясения, им дали возможность, ну, например, там в зависимости от того, насколько вы пострадали от землетрясения, деньги выделяются, да, то есть если этот дом разрушен, то, естественно, там государство выделяет огромные деньги. Но если там, я не знаю, например, упал сеновал, к примеру, упал гараж, я не знаю, там, ну как, может, какая-то сумма будет выделяться, а нет, значит, вот хотя бы оттягивают вот эту вот оплату электричества, чтобы человек мог вложить деньги туда, куда надо сейчас, потому что он пострадал после землетрясения. Потом вот это электричество было пересчитано, и с общей суммой за три года там убирали, по-моему, я не хочу ошибиться сейчас, то ли мы платили 60% от стоимости общей, ну, общей суммы, да, то ли же 60% была скидка, и мы платили только 40%. Я вот помню, что было 60%, но я не помню, то ли это скидка была 60%, то ли же мы платили 60%, а 40% была скидка. То есть вот это вот, вот эти проценты, которые нам была скидка, это оплачивало государство, потому что электричество, ну, как бы вы знаете, что опять-таки это, ну, как сказать, это не государственно, это частные какие-то поставщики, понимаете, вот, и, ну, в общем, деньги вот так как-то государство всячески старается помочь людям. Также у нас был град. Град, например, два года назад на другом канале я там выкладывала видео о том, как град здесь повредил много что, да, у кого-то там, например, машины были испорчены градом, там стёкла побиты, и всё это, да, ну, там в зависимости машина это уже такое, то есть там платишь страховку, в зависимости твоя страховка покрывает вот это или не покрывает, там уже это другое. А вот если у человека было, например, испорчен дом, не знаю, стёкла выбиты в доме, да, там испорчено что-то, там тоже можно было делать запрос, и тоже государство выделяло деньги на то, что вот испортила природа, то есть это не человека, как бы, да, как сказать, вина, а вина природы. И опять-таки здесь государство выделяет деньги. Вот, и также есть ещё вот такая вот возможность, если человек покупает какие-то, ну, как сказать, должен сделать огромную покупку, например. Если это касается обогревания дома, например, печь какую-то поставить, паровое какое-то отопление, там, да, тоже идёт государственная помощь периодически, есть такие вот, ну, как сказать, государство вводит такой закон, что вот на протяжении такого-то времени, если человек, ну, кто нуждается, например, чтобы отремонтировать или же поставить какое-то новое, ну, как сказать, отопление, ну, провести новое отопление, да, вот и тому подобное, крышу, например, поменять в доме или же окна сменить в доме здесь, за счёт налогов, опять-таки, можно выбрать, то есть государство даёт помощь в этом случае, если же человек, ну, то есть человек может выбрать, или же он, как сказать, какое-то время, ну, вот он покупает, например, новые окна, потому что в доме действительно окна старые, гнилые, там надо поменять, да, значит, государство может предложить такую помощь, ты можешь купить эти окна, и ты освобождаешь, то есть помощь государства в том случае, ну, так, извините, немножко путаюсь, то есть какая помощь от государства, то есть вы не будете платить налоги на протяжении, например, двух лет, там, в зависимости, какую сумму вы внесли за эти окна, там идёт подсчёт, и человек освобождается от налогов на протяжении такого-то периода, то есть не платит налоги, потому что человек сделал огромную, ну, как бы внёс огромную сумму за окна, да, к примеру, или же если это, например, печь, там, не знаю, паровое отопление, то в этом случае, например, ты тоже можешь выбрать, или ты хочешь освободиться от налогов на какое-то время, или же просто ты хочешь помощь от государства, например, ты внёс 5000 евро за печь для парового отопления, да, ты делаешь запрос, и государство тебе возмещает 3000 евро, из которых ты заплатил только 2000 евро за печь, ну, к примеру, да, то есть вот туда уходят налоги, поэтому, ну, вот, как-то так я вам попыталась пояснить, то есть здесь идёт, ну, как сказать, много вот таких вот нюансов, где государство человеку может помогать в таких вот случаях, то есть, ну, это не всегда, ну, как сказать, от зависимости ещё от дохода человека, ну, в смысле, я насчёт печи, да, там, насчёт каких-то там покупок, вот таких огромных, там ещё зависит от доходов человека, ну, к примеру, у нас, вот, когда начался ковид, да, было, ну, как бы все дети пошли на дистанционное обучение, да, то есть, ну, обучение онлайн на дистанционке, да, и получается, что, естественно, нужно было обучаться через компьютер, естественно, может, у кого-то компьютеры были в плохом состоянии, или у кого-то в семье не было вообще компьютера, может, человек, может, семья малоимущая, а ребёнку нужно учиться, и здесь же, опять-таки, государство выделяло сумму на компьютер, на новый компьютер ребёнку, то есть, если в семье, например, три ребёнка, то, значит, нужно делать запрос там, ну, то есть, шёл подсчёт от доходов человека, ну, не человека, а семьи, в общем, да, все доходы семьи, и вот, ну, как-то вот от этого отталкивалось от доходов, там нужно было собрать всю вот эту вот информацию, ну, декларацию доходов, да, и там шёл подсчёт, и выделялось, например, выделялись деньги государством на компьютеры даже детям, понимаете, ну, опять-таки, не всем, потому что если у человека большой доход, и он себе может позволить, по мнению государства, эта семья может позволить себе сами купить компьютер, естественно, здесь не выделялось, но, в принципе, с каждой ситуацией вот такой вот сложной, даже вот сейчас, например, да, вот в связи с этой вот ситуацией в мире, опять-таки, есть какая-то помощь людям, в том смысле, вот, идёт, я не помню, как это называется, ну, вот, мне сейчас в голову не приходит, как называется вот эта скидка, даже вот мы платили электроэлектричество сейчас, да, вот последний раз нам пришло, пришла, ну, как бы оплата за электричество, да, то есть мы должны были оплатить, и там была скидка что-то 89 евро, по-моему, так вот эта скидка как раз-таки была связана вот с этой вот обстановкой в мире, то есть потому что там что-то подорожало, что-то там, я не знаю, например, ну, как-то так было связано, да, вот с этим кризисом. Также вот нам пришло на днях письмо от государства, опять-таки, от Агентея Дентраты, там же было сказано о том, что мы можем сделать запрос, то есть там бланк был прислан, то есть запрос точно так же на газ, на скидку за газ, то есть там, скажем так, вместо того, чтобы платить полную стоимость за газ, естественно, там отнимается чуть ли не 50%, если ты делаешь вот этот запрос. Ну, так как мы, например, газом сейчас не пользуемся, можно сказать, почти вообще, только чисто там, ну, что-то там приготовить, и все, в основном все остальное у нас электрическое. Вот, получается, что, опять-таки, ну, мы не стали делать этот запрос, просто потому, что мы купили газ, нас хватит его на год где-то, поэтому нам сейчас, мы сейчас не собираемся покупать газ, поэтому мы не стали делать этот запрос, но если бы мы покупали газ, как раз-таки нам бы сделало огромную скидку государство, ну, как бы не скидку, а там уже идет, что платит какую-то сумму государство за тот газ. Ну, как-то вот, я не знаю, как-то так, понимаете? Поэтому налоги здесь, да, они большие, но они обоснованы, понимаете? То есть, действительно, человек может рассчитывать на какую-то поддержку государства, потому что, действительно, я всегда удивлялась вот этому умению итальянцев, да, начинать с ноля, понимаете? Немножко меня потревожили, я тут сижу, а только приехала домой, у нас сегодня был футбол, ну, в смысле, у меня дети занимаются футболом, мы были на футболе, я только приехала домой, я сама решила, думаю, пока у меня в голове вот этот вот вопрос крутится ваш, мне хотелось снять видео на эту тему, и села в машине, так я стала снимать видео, у нас тут пока еще солнышко, сегодня достаточно хорошая погода, вот меня побеспокоили соседу, вот, поэтому извиняюсь, вот, и поэтому, ну, как бы решила немножко пояснить вам на эту тему, так вот, как я сказала, всегда я удивлялась вот этому умению итальянцев начинать с нуля, они не боятся работать, нет, это не те люди, которые, вот, да, вы там пишите, что, да, вот итальянцы медленно работают, вот, может, нужно, как бы, потрудиться, нет, нет, итальянцы очень много работают, и очень быстро работают, то есть я наблюдаю, я, например, я так не могу работать, как они, для меня это настолько тяжело, действительно, я здесь в Италии, эти годы, которые жила 18 лет, я действительно тоже много работала, пахала просто, как по моему мнению, понимаете, то есть я тоже работала на нескольких работах, и мы начинали с мужем бизнес с нуля, и до этого я тоже работала на нескольких работах, ну, понимаете, по сравнению с итальянцами, то есть я просто бездельница, вы не представляете, сколько они пашут, вы не представляете, я удивляюсь, откуда у людей столько энергии, то есть я периодически, вот, понимаете, мне кажется, я такая запаханная, вот, столько работала, всё, и я постоянно от соседки, итальянки, я слышала какие-то упрюки в свою сторону, то есть по её мнению, вот я нифига не делаю, я только вот тут синьора, тут приехала, знаете, как бы, и вот такая вся, прямо это, куда-то могу поехать на море, там, я не знаю, в ресторан и тому подобное, то есть вот так вот, вот люблю красиво жить, понимаете, потому что действительно, вот она, я даже уже не обижаюсь, если изначально мне было как-то обидно, думаю, что человеку надо от меня, но я вхожу в её ситуацию, я человека понимаю, она пашет, она реально пашет, сколько я знаю, это молодая женщина, которая действительно в жизни ничего не видела, кроме того, как работать, вот работать, работать сутками, понимаете, как-то так, то есть, ну и при этом они не жалуются, вот ты никогда не услышишь, что человек жалуется, потому что она много работает, она другой, и она себе жизнь другую не представляет без работы, понимаете, не только она, то в принципе я здесь вижу, я не знаю, я не хочу говорить за всю Италию, там, можете мне там, кто-то может напишет, что вы имеете другой опыт, да, может там где-то в городе люди по-другому живут, или у людей, может другая работа, кто-то, я не знаю, может у вас другой круг общения, там, кто живёт в Италии, да, может там люди действительно имеют высокооплачиваемую работу, да, и при этом они работают мало, но это зависит от того, кто на кого учился, как говорится, кто на что учился, я живу в деревне, здесь обычный простой народ, то есть простые люди, да, но, чтобы вы понимали, эти простые люди, у них у всех дома обустроены так, как у нас в Белоруссии, могут себе позволить только люди, действительно хорошо обеспеченные, то есть в Белоруссии уровень вот такой жизни, как здесь у простого человека, у простого колхозника, там уровень такой жизни может себе позволить только человеку, у которого действительно классная работа, который, ну, я не знаю, то есть действительно классно зарабатывает, ну, вот как-то так, поэтому, знаете, тут я как бы ещё, ну, как бы не соглашусь вот с тем, что тут люди не хотят работать, или там, не знаю, куда уходят налоги, нет, я действительно, вот сколько живу, Я очень уважаю итальянские менталитеты и их, как сказать, моду, да, то есть моду, ну, то есть умение, да, вот их жить, то есть и причём радоваться, понимаете, то есть если у человека вот другой раз я тоже вот вижу, да, удивляюсь, почему, потому что вот у человека сложная ситуация, да, и вот я не знаю, там действительно сложные проблемы, сильные проблемы. Так вот человек, ну, да, есть, ну, он будет рассказывать, ну, да, у меня есть такие-то вот проблемы, да, ну, это жизнь, а куда от этого деться, да, переживём, прорвёмся как-нибудь, ну, как-то вот так, понимаете, то есть всегда положительно, вот, и я никогда не слышала там, чтобы они ныли, вот, там где-то за границей, там так классно, вот, а мы такие бедные, несчастные, то есть нет, вот именно, кстати, у меня было, я сейчас вот немножко ещё внесу вам уже видео длинное, вот понесло, как говорится. У меня здесь есть очень хороший знакомый, он и, сейчас скажу, он грек из Греции, он здесь давно живёт, то есть я когда приехала в Италию 18 лет назад, он уже жил в Италии какое-то время, время, и он, кстати, был моим свидетелем на свадьбе, очень хороший друг, у меня был свидетелем на свадьбе у меня, да, и так вот, недавно мы с ним случайно, он завёл вот эту тему, я вообще тему вот происходящего в мире, да, я сейчас вообще не хочу трогать, идти на эту тему, мне не хочется вообще разговаривать, да, так вот, он завёл эту тему как-то, да, вот, войны, да, вот тему войны, там, ну, как бы его позиция, какая там у него позиция стала мне высказывать, я немножко поспорила, я сказала, зачем ты так, типа, ну, как бы, давай лучше не будем трогать вот эту вот тему, да, и он мне сказал, то есть, и как-то вот у нас зашла тема, да, что он говорит, ну, там, вот в России там так-то, вот в Украине там так-то, а потом мне говорит, вот почему там люди так в деревне, в деревне, да, там низкий уровень жизни, то есть, ну, вы все знаете, давайте не будем спорить, я согласна с тем, что у нас там, ну, скажем, что в Беларуси, что в Украине, что в России, в глубинке действительно там людей действительно сложная жизнь, просто потому, что работы там нету, низкооплачиваемая работа, если люди работают на ферме, к сожалению, они работают за копейки, так оно было и так оно есть до сих пор, я знаю прекрасно, потому что у меня там родственники живут, знаете, как бы, и так вот, этот грек, он мне сказал, не надо делать из себя жертву, вот, потому что как-то вот зашла тема того, что он говорит, почему там люди так плохо живут в деревне, я говорю, ну, просто потому, что там нету работы, потому что там действительно, если есть работа, она низкооплачиваемая, просто человек себе по-другому, ну, не может другого позволить, а он мне сказал, нет, это все отговорки, потому что люди ленивые, он мне так и сказал, потому что люди ленятся работать, вот они ленятся работать, и просто им нравится быть в позиции жертвы, и вот какой я бедный и несчастный, просто потому, что у меня все вот так, да, вот, и вот находится такой вот ситуации, понимаете, ну, ну, я не знаю, я как бы, ну, как сказать, я не поддерживаю его в этом смысле, да, вот, ну, как бы, нет, так оно может и есть немножко, да, какой-то процент, может, оно и правда, вот, его слова, но какой-то процент действительно у людей такая жизнь, и действительно реально, что, ну, нету работы там, и сколько бы люди не работали, да, там огороды все эти, все равно там действительно получается, ну, низкий заработок, да, вот, как бы, деревни, поэтому, ну, к сожалению, как-то так, вот, хотя я говорю, что вот они этого не понимают, они наоборот говорят, что неправда, просто люди там ленятся работать, особенно те люди, которые, те итальянцы, которые там, например, посещали, да, вот, белорусские деревни какие-то, да, они, как бы, ну, как сказать, да, тоже они, как сказать, они вот не понимают немножко то, что, например, там у нас в деревне нет воды в доме, вот им этого непонятно, разве это так тяжело, колодец там есть, да, к колодцу, как-то там мотор этот, да, и провести воду в дом, это же так легко, это, ну, можно, в принципе, не так много потрачено это деньги, но просто нужно самому это сделать, они же сами это все делают, они это делают, они, то есть, как-то вот, ну, я не знаю, понимаете, поэтому, как бы, вот тут еще, вот, ну, поспорить, ну, как бы, на эту тему, понимаете, тут я не знаю, я, ну, как бы, я тоже из белорусской деревни, да, действительно, там уровень жизни был другой, конечно, в деревне, и он, действительно, там тяжело людям жить, вот, поэтому, ну, хочу сказать, что здесь у людей другая позиция, они не жалуются, они просто поднимают свое, это вот одно место и работают, и очень много работают. Вот, и на этом я буду заканчивать свое видео, не знаю, понравилось вам мое видео, не понравилось, но, извините, я не для того, чтобы там сравнить или там, ну, как-то, ну, как сказать, чтобы сравнить уровень жизни или, например, сказать, что там где-то хуже, а где-то лучше, нет, ни в коем случае, просто хотелось вот вам рассказать именно, как я вижу изнутри, да, отсюда, вот, позицию итальянцев, как они, куда уходят эти налоги, работают ли они, вот, и я вижу так, что они пашут, они не просто работают, да, вот, ну, и все, на этом не буду видео делать уже длинным, еще более длинным, чем оно уже получилось, достаточно длинное. На этом я заканчиваю свое видео, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно, пишите свои комментарии, возможно, чей-то комментарий послушат мне темой для следующего видео, всем большое спасибо, до свидания еще раз.